Сегодня исполнилось ровно два года с начала строительства четвертого моста через Енисей. В этот день, в 2011 году, заложили основание будущей переправы. Объект посетил губернатор края. С места событий Дмитрий Левицкий. Четвертый мост через Енисей начали строить, когда Петр Пимашков еще был главой Красноярска, а Сергей Шойгу руководил МЧС. Ровно два года назад они вместе с губернатором края Львом Кузнецовым заложили символическое основание долгожданной автомобильной переправы. По плану работы стоимостью в 16,5 миллиардов рублей должны быть завершены 27 октября 2015 года. За время строительства площадка будущего моста постоянно привлекала внимание журналистов и общественности. Трижды здесь находили боеприпасы времен гражданской войны. Сделано несколько важных археологических открытий. Снят документальный фильм. Для будущих строителей студентов на грандиозной стройке проводят лекции. А между тем само дело движется вперед. В настоящее время объект уже обрел весьма конкретные очертания. Я уже 38 лет занимаюсь 36 мостов. Это лебединая песня, будем так сказать. Я уже 60 лет. Поэтому, наверное, последний крупный объект в моей жизни. Выполнен заполнированный объем работы. Сооружены все русловые опоры, если вы видите их. Они все закончены. Кроме последней, которая девятая, заряжается. И приступили к монтажу пролетного строения. Через главный русло. Стакада уже заканчивается. Главный русло впереди. Но говорить о том, что работы близки к завершению, очень рано. Причем закончить мост еще полдела. Главное обустройство подъезда в переправе на левом берегу. И создание необходимой инфраструктуры. Кроме того, предстоит снести частные жилые дома, которые стоят на месте будущих дорог. Не факт, что все пройдет гладко. И собственники без лишнего шума позволят это сделать. Всегда глава города, Акбулатов, подходит цивилизованно. Но где уже коса на камень, где люди начинают выдвигать запредельные требования, здесь, конечно, уже город работает в рамках правовых основ. Два года назад, во время закладки основания моста, под землю упустили капсулу с посланием. Что в нем написали чиновники, станет известно во время торжественного открытия переправы. Сейчас самое главное, чтобы не вмешался случай. Автомобилисты очень надеются, сроки сдачи не перенесут. Дмитрий Левицкий, Сергей Бондарев, Вести, Красноярск.